Новая модульная насосная станция, первого подъема оборудованная, ну, можно сказать так, по последнему слову. И вот они, передовые технологии в системе водоснабжения. На насосной станции в селе Ощепково установлен новый электронасос. Заменены трубы, поставлен электронный узел учета, а также для предотвращения краж и возгораний стоит система видеонаблюдения и пожарная сигнализация с купольной системой тушения. Через 2-3 месяца закончатся пусконаладочные работы. И эта насосная станция и 8 подобных в Усольском районе начнут работать полностью в автоматическом режиме. И сами будут передавать показания по воде и электроэнергии, а также сообщать о проникновении и сбои в системе. Один из первых пользователей новой системы – местный житель Александр. Его главные претензии – качество воды. С недели уже вообще невозможно хлорокогольное. Улучшения какие-то появились лично для вас, для вашей жизни? Ну, естественно, многим проверили ничего. Процентов, наверное, 30. В дом завели воду, это ж неплохо. Потом, ну, по-новому трубу сделали пластмассовую, тоже неплохо. Железные трубы раньше были. Туда ржавчина была. При этом специалисты водоканала уверяют – воду из скважины проверяют ежемесячно и пока нареканий не было. Возможно, сельские жители не привыкли к хлорированной воде. Во Щепково буквально за месяц возвели насосную станцию, которая снабжает уже 50% жителей села. А остальным еще только предстоит испробовать нововведение. Подсоединиться к этой сети может каждый житель деревни. Он должен обратиться в водоканал с просьбой, с заявлением о выдаче технических условий для присоединения к данной сети. Мы данные заявления рассматриваем, выдаем технические условия и дальше человек уже присоединяется и пользуется водой с установкой индивидуального прибора учета. Всего сейчас в Усольском районе возвели уже 9 подобных павильонов и на очереди еще 8 в следующем году. Стоимость одного павильона с установкой и организацией подъездов выходит почти 3 миллиона рублей. В 2018 году после объединения Усольского района с городом Березники водоканал провинитаризировал существующие скважины, те, которые под лицензией. Состояние павильонов, которые обеспечили водоснабжение поселков, было неудовлетворительно. Администрацией водоканалом было принято решение о замене павильонов на стандартные контейнерного типа павильоны с автоматизированной системой управления. На модернизацию скважин в отдаленных поселениях Березниковского городского округа уже выделили 50 миллионов рублей. 90% от этой суммы оплатил город, остальную – МОП-водоканал. Кристина Придеина, Степан Некрасов, Новости Верхниками.